Брестская область в тройке лидеров по строительству жилья. В 2022 году в регионе построено более 655 тысяч квадратов. В этом задача не меньше. Девятая часть – это немало предназначено для военнослужащих. Сегодня город Брест прирос еще на один дом для брестских пограничников по улице Грибоедова в новом микрорайоне. Одним из приоритетов государственной политики является поддержка военнослужащих. И поддержка в виде предоставления арендного жилья. И это говорится о том, что достаточно заботиться. Потому что когда военнослужащий знает, что у него в тылу семья находится в комфортных, в теплых условиях, он, наверное, еще будет преданнее выполнять свой воинский долг по защите границ нашего государства. И вот совсем недавно здесь же рядом вручались ключи военнослужащих 38-й бригады. Сегодня как раз вручаются будут ключи военнослужащим пограничникам. И это как раз и показа то, что государство заботится о них. Ключи от арендных квартир получили военнослужащие контрактники, прапорщики и офицеры. В распоряжении новоселов одно, двух- и трехкомнатные квартиры с отделкой. Это стало возможным благодаря решению, принятому в 2023 году президентом страны в рамках указа об арендном жилье для военнослужащих. В доме на территории создана безбарьерная инфраструктура, обустроено отдельное помещение для хранения детских колясок, оборудовано место для велосипедов. 48 стражей границ в городе Надбугом получают ключи от новых, просторных, комфортабельных и уютных квартир. Безусловно, это свидетельствует об огромном внимании со стороны государства, лично президента Республики Беларусь, руководства Государственного парничного комитета к решению вопросов военнослужащих. Это социальный проект, который продолжится в течение текущего года. Он призван не только создать благоприятные и комфортные условия для жизни и быта, но и формировать соответствующее отношение у воинов в зеленых фуражках, добросовестному служению, выполнению задач по охране и защите священных рубежей Отечества, нашей любимой и процветающей Беларуси. Это востребованный вопрос. Мы не называем это проблемой, потому что постоянное влияние со стороны Государственного парничного комитета способствует разрешению и уменьшению очереди нуждающей в улучшении жилищных условий. Причем мы реализуем это в нескольких проекциях. Первая проекция – это то, что мы сегодня наблюдаем с вами, реализация так называемого арендного жилья. В пограничном ведомстве сохраняет институт служебного жилья для военнослужащих, которые проходят службу непосредственно в подразделениях, охраняющих государственную границу. Кроме того, военнослужащие имеют возможность кредитоваться и осуществлять строительство индивидуально, либо в долевом участии. Среди тех, кто стал счастливым обладателем арендного жилья – семья Марчук. Вячеслав и Оксана 7 лет стояли на очереди. И вот, наконец-то, своя жилплощадь. Эмоции вообще радостные, потому что до этого жили на съемной квартире. У нас так совпало, что как раз хозяин съемной квартиры решил ее продать. И получается, ну, чуть-чуть нам две недели не хватило, он ее продал. Не дожили, пришлось съезжать, конечно. Ну, вообще, очень рады, что уже не придется ни от кого зависеть. То есть, пока служишь, будет квартира уже 100% обеспечена. Вообще хорошо для того, чтобы можно было спокойно нести службу на границе, зная, что твои родные с крышей над головой. И ты сможешь уверенно выполнять свои обязанности. И у тебя голова не будет болеть о том, что там в любой момент может прийти как-то квартироздачник и сказать, что вот выселяйтесь, а ты на службе, не сорваться. И таких ситуаций уже не будет, ты спокойно можешь служить. Очень рада была, конечно, потому что долго ждали очень. И даже было сначала неожиданно, что вот, наконец-то, построили дом, в котором мы можем заселиться. Мы продумываем дизайн квартиры, ищем исполнителей, кто нам, допустим, сделает шкаф большой в коридоре, чтобы туда все поместилось. Продумываем детскую комнату, продумываем кухню, как что у нас там будет стоять. Ну, квартиру хотелось бы оформить светлой. Да, светлые хотят. Сегодня арендное жилье, которое предоставляют военнослужащим, действительно комфортное. Вселяться можно хоть сегодня, что, собственно, и делают стражи границ. Жили на съемном жилье. Служу я больше 15 лет уже. Конечно, рады. Такая возможность появилась. Спасибо нашему главе государства за это, о том, что он заботится о военнослужащих. Мы получили трехкомнатную квартиру. Конечно, рады. Появится детская у нас уже. То есть мы до этого снимали однокомнатную. Конечно, все тесно нам было. А так уже, как говорится, есть возможности дальше уже планировать все. К слову, за минувший 2023 год очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий в Брестской пограничной группе сократилась на 96 человек. Уже в текущем 2024 году для брестских пограничников запланировано ввести в эксплуатацию еще 32 квартиры арендного жилья и возвести 4000 квадратных метров в рамках долевого строительства.